Всем привет, друзья! С вами Антик, и мы продолжаем прохождение Фея The Awakening. В предыдущем эпизоде мы познакомились с игрой, с сюжетом и посмотрели основы механики игры, что, безусловно, поможет новичкам, кем-то только начнет играть в эту игру, разобраться в ней с нуля. Ну, а мы с вами заглянем в деревню, поскольку нам в предыдущем эпизоде поручили соорудить какую-нибудь постройку. И среди постройок нам только пастбище доступно. Давайте посмотрим, что тут можно сделать. Так, нужно 25 деревьев, овощи нужны и какой-нибудь слиток металла. Так, ага. Но еще доступно, кстати говоря, из камня построить. Ну, давайте посмотрим из камня, если построить, что будет. Ну, свойство не меняется у нас. По-прежнему будет приносить одну единицу еды каждый ход и привлечение людей. У нас тут каждый ход с определенной вероятностью к деревне может присоединиться человек. Это интересное свойство. Ну, от дерева и камня не меняются, да, эти свойства. То есть, одна еда, вероятность привлечения людей два. Так, а что меняется? А меняется картинка. Меняется картинка и вес. Ну, мы видим, что при использовании дерева будет такой вот деревянный забор, да? При использовании камня будет каменный забор. Там овечки пасутся какие-то. И вес больше становится. А если вы будете разводить собственный скот, то вам не придется так часто охотиться. Ну, не знаю, на самом деле, наверное, какие-то бывают в игре события насчет вот этих зданий. Может, какие-то ураганы, я не знаю. И деревянный забор легче ломается, чем каменный. Я все-таки из песчаника построю. Это у нас песчаник. Из песчаника давайте построим пастбище. И будет так солиднее. Из камня. Почему-то картинка у нас по-прежнему... А, это вот у нас картинка нужная. Все правильно. Так, и давайте мастеровых назначим на постройку. Тут у нас пять ходов будет строиться. А если так, будет четыре хода строиться. Хорошо. Постройку мы заказали. Смотрим, наша экспедиция сейчас у нас в деревне. И хватит у нас на двадцать ходов еды и на десять ходов топлива. Так. В принципе, так и оставим, если что десять ходов, у нас как-нибудь поживет экспедиция. А мы пойдем вот получи гнездо исследовать. На самом деле, у нас наступает ночь. Наступает ночь. Сейчас у нас вечер. А потом будет полночь. И ночью опасно, как я уже говорил в предыдущем эпизоде. Опасно путешествовать. Но в начале игры, в принципе, не очень опасно. Пока можно. Так, у нас пауки опять. Давайте мы их разгоним. Зловредный паук. Мы с ними уже встречались. Они слабенькие. Поэтому автоматическая битва нам тут поможет быстро разобраться. Две паутинки мы получили. И идем паущее гнездо разорять. Снова автобой. Пять пауков. Снова автоматический бой. Отлично. Парочку очков исследований мы заработали. И продолжаем исследовать. Кстати говоря, у нас тут тысячи ходов по-прежнему. Управление препятствий не десет. У нас еще не стоял лагерем наша экспедиция. Пища активно тратится, а топлива пока нет. Ну, когда мы разведем лагерь. Я надеюсь, нам не понадобится его разводить. Кровавая пчела. Бешеная пчела. Слушайте, с пчелами мы еще не сталкивались. Давайте посмотрим на пчел. А, нет, слушайте. Они слабенькие оказались. Да, они слабенькие. Один янтарь я получил. Автоматическая битва опять. Так, и кто же сейчас отправится? У нас полночь настала. Коварные твари выбираются из своих гнезд. Ну, пойдем вот в эту сторону исследовать. Пока по берегу, наверное, стоит походить, да? Каждый раз карта генерируется случайным образом, как я уже говорил. И, на самом деле, это остров. Прекрасно сработано. Вы построили свои первые строения. Как видите, для возведения нормального жилья требуется много ресурсов. И, возможно, ваш бог сделал вам подарок. В таком случае вы читер. Помните. Чем более качественные материалы вы используете при постройке, тем более привлекательные бонусы будут у ваших строений. Вы не можете строить больше 10 зданий, зато вы можете сносить старое, освобождая место для новых. Так, один из способов победить тьму, исследовать больше рецептов, нарастить численность населения и построить больше домов. Так, приступайте же. Да, вот это как раз один из способов одержать победу. Это победа по развитию. То есть, много всего построить, достигнуть 40 единиц населения. И все. Так, 8 единиц стали получили, 7 угля. Спасибо, Дорофей. Что там дальше предложишь? Все, больше ничего не предложишь. Так. Насчет победы. Можно посмотреть в обучении, где-то тут было про условия победы. Но не помню где. События, сложности, рецепты, общее сведение. Новая цель, работа, материалы. Нет, не помню где это было. Начало игры, видео обучение. Ладно, не будем тратить время. Это были эти условия победы, я не помню где они были. Так, мы продолжаем по берегу путешествовать. Как видите, ночью у нас видимость очень маленькая. То есть мы видим еле-еле, только вот окружающие клетки как-то немного. И все. Поэтому ночью опасно путешествовать, потому что мы не видим, кто там рядом таится. Вот уже рассвет наступает и видимость немного... Радиус видимости немного увеличивается. Так, давайте-ка посмотрим ресурсы, какие вокруг. Деревья, ягоды, птица. Там какие-то пасутся птицы. Так, слушайте, давайте мы заглянем еще раз в деревушку нашу. Что там требуется. Без дела у нас селяне не должны сидеть. Поэтому мы, наверное, какой-нибудь крафт сейчас будем организовывать. Так, работа, производство. Луки. Давайте-ка луки сделаем. Если получится, конечно. Так, нет у нас нужных... А нет, у нас дерево есть. Нитки. Ниток мало, кстати говоря. И еще дерево, да? Три уроны с расстояния. Такой простенький лук. Давайте мы сделаем единичку. Какую единичку нафиг? Мы крафтеров, короче, назначим. Так, плюс 80. Нужно 48. И нужно парочку луков сделать, 4, наверное, штуки давайте сделаем. А, слушайте, мне хватит не так, у меня неток не хватит. Что-то я разогнался на самом деле. На один лук только хватит, не так. А потом будем делать еду. Хотя можно сразу еду делать. Жареная еда, давайте жареную еду сделаем. Вот, слушайте, у меня еды тоже впритык. Блин, а почему рыбы нет? В моей деревне вот меня интересует. И получится у нас жареная рыба. Потому что рыбы нет нифига. Так, и уголь, наверное, да? Подтвердить. Отлично, давайте вот мы лучше на еду направим ее, да? Вареные овощи. Так, вот, 5 штук. 5 по 8. Отлично. Все назначили. Да, в деревне это, в принципе, рядом с этой... С водой, но рыбы, к сожалению, нет. Рыбы, к сожалению, там в этих водах нет. Ладно, продолжаем исследование свое. Еще один улей. Нет, туда же не пойти, потому что там 2 единицы хода надо. И какое-то у нас случайное событие. Сегодня прекрасный день. Жители деревни видели, как в небе пролетел величественный аист и уселся на трубе одного из домов. Аиста приносит удачу. По крайней мере, тем, когда сочтут достойным. Тем, кого сочтут достойным. Наверное, кого сочтут достойным они. А не когда. Ура, аиста приносит удачу. Действительно, вскоре в деревне обнаружили ребенка. Отлично, аисты принесли ребенка. Слава аисту. Аисту. Что ж, хорошо. Хорошо, что нам принесли ребенка. Только у нас детей. 4 ребенка у нас сейчас. И мы ждем пополнения наших взрослых членов общества из детей. Иногда дети у нас взрослеют. Так, давайте автобой. Простой бой пока что. Пока сильных тварей мы не встречали. Вот и пополнение. Так, кто нам нужен? Нам нужен, наверное... Наверное, нам нужен... Работник... Нет, давайте воина возьмем. У нас уже 2 сборщика, 2 крафтера. Базена. Божена. Пришла ночь козла. Праздник в честь предков и пращеров, который также называется Деды. Отлично, начинаем отмечать. Вы выставляете стол с едой и напитками, разжигаете костры и по кругу начинаете праздновать. А костры по кругу и начинаете праздновать. Но этой ночью Деды появились перед вами и на самом деле. Один из них, пожилой бордатый мужчина, говорит тяжелым грубым голосом. Мы гордимся вами, внуки, и теперь мы очистим вас от всех проклятий, что тяготят ваши души. Если на ваши души когда-то ляжет груз темной магии, приходите в город, который мы звали домом. Воззовите к нам, и если окажетесь достойными, мы очистим вас снова. Все Деды согласно кивают, после чего растворяются в воздухе. И получил у нас этот ДС фонус к обычаям. Смекалку и колдовство помогают этот скилл пройти испытания. Прекрасно, если вдруг своим ословием проклятия нужно будет найти этот город. Отлично. Найдем, если что, этот город. Так, а где, кстати, город-то? Нифига себе, он как далеко. Он через море. Ну, тут на самом деле море, вот, тут так вот надо пройти. Далеко бежать, да? Далеко. Ну ладно, мы тогда двинемся дальше по берегу. Там у нас, кстати говоря, лагерь разбойников еще надо будет навестить. Эти деды, на самом деле, ночь козла, да? Они всегда, то есть это стандартное такое, стандартное событие, которое при каждом прохождении у нас будет возникать. Маленький улей. Разоряем улей. Рубин. Рубин, это неплохо. Рубин, наверное, дорогая штука. Так, пауки напали. Мы их быстро разобрали. Так, можно еще одного воина сделать, в принципе, да? Давайте еще одного воина сделаем. Раз уж мы через воинов играем. Мы играем, кстати говоря, как вы помните, за богиню Зорью. Богиня Зори и вечерних звезд. И она... Так, а специализация у нас воины. Праздновательный ряд инициаций, плюс один опыт. Так, давайте посмотрим. У нас семь жителей. Семь жителей. И можно, на самом деле, сходить за едой. Водоросли у нас тут. Можно сходить за едой. Ну, я имею ввиду, пособирать еды. Грибов можно пособирать, сходить. Пока день, надо, я думаю, что идти... Из лагеря. Собирать эту самую еду. Так, давайте снарядим туда еще одну экспедицию. У нас, например, два воина отправятся. Так, кстати говоря, можно снарядить хоть чем-то. Жена у нас вообще без оружия, без всякого. Это не очень хорошо. Так, у меня крафт... Крафт оружия есть вообще? Крафт оружия нет, кроме луков. Давайте тех, кто вооружен, пошлем тогда. Так, и одного сборщика надо послать. ТДСа пошлем. Два воина и сборщик. Нормальная такая экспедиция. Да, кстати говоря, я забыл совсем про припасы. Надо же еще и до их снобить, чтобы они там не померли все. 55 еды. Хватит им. Так, и если что, костер жечь. Так, где у нас дерево-то? 76. Подтвердить. 40 биометов, наверное, много будет, да? 32. 32. Окей. Куда пойдем? Можно вот сюда сходить за водорослями. Ну-ка, ты здесь будешь доставать до водорослей. А вот рыба, кстати говоря. Что-то она далеко, да? От этого. Так, если здесь лагерь разбить, то мы будем только до водорослей доставать, да? Ну, выбор-то у нас не особо большой. Так что, давайте собирать водоросли. Работа. А, у нас воин один обладает тоже навыком сбора. Неожиданно. Отлично. Пусть собирают водоросли. Немного мы вышли из лагеря. Не из лагеря, а из поселения. Так, кто там у нас? Опять злавридные пауки. Рюбаные пауки, а? Сейчас мы дойдем до разбойников. Там, надеюсь, будет посерьезнее бой. Кстати говоря, тут у нас руины какие-то интересные. Давайте заглянем. Так, пауки. Ну вот день у нас, во время дня, редко на нас нападают ниже всякое. Вы натолкнулись на руины. Давайте осмотрим. Какой-то безумный... А, летучие мыши. Летучие мыши. Суродованный нетопырь, громадная крыса. Так, нетопыри-то, ничего. Нетопыри тоже не опасны. Вы обыскали здание и обнаружили склад. Все еще годных припасов. Отлично. Новая еда. Орехи. Это у нас что, это пас? Круто. Новые ресурсы. Что-то у нас по весу. Можно здесь смотреть, кстати говоря. 2000. Мы сейчас тащим. Максимум 400. Бой. Так, и у нас появился очко развития. А что же его влить-то? У нас арбалеты, да? Постройка. Так, слушайте, мне бы вот на самом деле металлы какие-то изучить, наверное, надо или что? Сталь. Доспехи, оружие, давайте оружие изучим. Так, стоп. Оружие, наверное, палец, что ли? Нет, лучше мечи. Лучше мечи. Подтвердить. Наручные мечи. Потому что мечи дают оборону. У мечей обычно атака есть и оборона есть. Это наших воинов будет защищать. Просто будет атака. Как у других видов оружия. Так, давайте посмотрим, чего это стоит. Чего стоит скрафтить меч вообще. Из золота, интересно, меч получше получится или нет? Золото же мягкий металл. Ну, из стали либо стальной меч, да? Либо золотой меч. Стальной меч, конечно же, лучше, потому что он будет тверже. Золото, мягкий металл. Из золота никто оружие не делает. Так. Обычный одноручный меч. Указать из золота. Так, урон 4, оборона 5. Да, урон меньше. Но стоит из воли. Кто воли добавляет? Забавно. А давайте из золота сделаем меч. Фигля. Воля тоже пригодится. Так, и здесь вот вместо того же янтарь. О, урона больше. Круто. Видимо, качество. Ну, фиг знает, как качество распространено. Распределяется слева-направо. Что-то не похоже, что оно распределяется. Тут потому что в каждый слот тоже можно разные материалы воткнуть туда. Семена можно или янтарь, или вот малахит. А, кстати говоря, вот если урон 5 и брона 6. А если вот так. Воля 3. Тут воля 2. Из чистота золота меч. Давайте из чистота золота меч сделаем. Вот будет прикольно, да? Уголь. Уголь нам ничего не меняет. А дерево? Уголь или дерево совершенно без разницы, что использовать. Поэтому дерево будем использовать. Отлично. Золотой меч. Он даже на картинке золотой. Класс. Четыре. Два. За два дня. Так, два меча мы не сделаем, потому что на золота не хватит. Давайте еще один меч закажем. Так, из металла на этот раз. Ну-ка, если деревянный меч сделать. Ну, понятно, что деревянный будет хуже. Так, тут у нас... Малахита уже, наверное, не хватит, да? Малахит хватит. И дерево. Урон 6, а брона 6. Остальной меч получится подтвердить. Отлично. Тут два хода. Давайте сделаем так, чтобы... Оба у нас не скучали. Долгое время. Одежду еще можно будет потом. Ладно, по одежде потом. Нам нужно просто нового воина одевать. То воина есть, а одежды нет. Одежда, не снаряжение. На самом деле такая игра... Вдумчивая, да? В нее лучше играть так спокойно, размеренно. Не торопясь. И я вам скажу, что лучше играть в нее ночью. Потому что... Никто не мешает. Такая тишина. На улице тишина. Дома тишина. И у меня сейчас ночь. К слову. Я вот с удовольствием сейчас просто провожу время. С этой игрой. Надеюсь, ты тоже. Изрюдованный нетопырь. Автоматически, конечно же. Мясо птицы получили. Волчье логово. Давайте волчье логово разорять. Бой. Волк. Слушайте, давайте с волками подеремся. Вручную. Читая волков, не помню. Что они вообще из себя представляют. Самую слабую. Нет, она не самая слабая. Она вторая про... Слабости. 5-5. Лобовно. Он из тактической руки использовал карту. Да, волки у нас по 9 хп имеют. Так что мы их... Легкую разберем. Даже не будем, наверное... Другие карты использовать. Чтобы быстрее закончился бой. В принципе, по угрозе можно судить, да? По одному черепу. Что за нас там ожидать от боя, но... Все-таки я предпочитаю не рисковать. Потому что в более поздней игре можно легко обмануться. Где-нибудь схлопотать ранение. Так мы мех получили. Какому-нибудь воину получить ранение в легкую просто. Давайте пауков тоже убьем. Нам нужны очки исследований. Мы их получаем за убийство этих тварей. Так, еще один ребенок. Давайте мы создаем... Ремесла. Давайте рабочего... Работника создадим. Создадим работника, я говорю, да? Как будто мы... Что-то действительно создаем. Праздновать им ряд инициаций. Еще у нас один работник появился. Давайте мы его назначим сразу же на работу, раз он у нас появился. Чтобы он мне тут не иничал. Так, посмотрим, посмотрим. Что-то можно собирать-то овощи. А, у нас с овощей убрались люди почему-то. Что-то я... Похоже... Да, я же забрал одного сборщика. Поэтому у меня еда кончается, оказывается, в деревне. Я об этом даже не знал. Это опасно, опасно. Так, экспедиция у нас до сих пор собирает. Давайте посмотрим, сколько она там уже собрала. 44... А, 23 водоросли. Не так уж и много. Не так уж и много. Дадим бой паукам. Там я волков видел, по-моему. Сначала в этих вот паучков. Блин, дофига тут так-то этих... Тварей. Вот они сами нападут? Нет, вряд ли они днем нападут. Днем они боятся нападать. Все, всех разогнали. Янтарь получили. Пойдем уль разорим. Открываю пчела автоматически. Отлично. Получи гнец в дом. Так, темнеет уже. Всех убиваем. Гнездо. Королева пауков нет. Там еще бывает королева пауков. Это она жесткая на самом деле. Сейчас будет уже скоро ночь. Кстати говоря, я не смотрю. У меня осталось на 8 ходов еды. Так, есть шансы пособирать вообще еду. Тут овощи есть. Но у меня сборщиков с собой нет. Вот в чем проблема. Стоит, наверное, каравану... Ну, не караван. Экспедиции брать с собой сборщика. В принципе, разнообразие какое-никакое есть в виде, да? У меня 6 человек. Да, это опасно. Сейчас у нас будет вот... Я за сколько ходов доберусь до... До дома там. Сейчас уже надо сворачиваться на самом деле. А может быть, это, кстати, тут мясо сейчас возьму. Мясо дали немного. Пчела. Ну, из пчел, конечно, никакой дыни не видать нам. Так, напала нежить. Вот уже вечер. Нет, нежить начинает нападать. Вот этот труп нежить он опасен. Надо вручную побиться. Так, рука меня, в принципе, устраивает, конечно. Но давайте все-таки пересададим там. Посильнее войны есть в тактической руке. Да, я не прогадал. Слова на скелет. 6 урона, да? Так, у меня 2 карты можно выложить. Давайте запутываем одного. Так, кого же выложить-то? У него 20 хп. Пелчи бога вытащим. Первое действие, может быть, потом сделать. Что-то уж наверняка. А вот и труп нежить. У него 3 атаки, но он толстый очень. Давайте мы первое действие сделаем. И... С большой броней вытащим. Нет, у меня кончились... Кончились ходы. Отлично, отраскиваем кого потолще. Защита союзника нам ни к чему. Давайте приблизимся просто. Так, труп нежить сейчас нашу. Ай, блин, он не того воина убил. Ударил. Ну да, ближайший же к нему слева. Тут я, конечно, нам немного... Немного прогадал. Сейчас у нас будет пелчи бога бить. 2 хп остается у трупа. Да, и мы... У нас пелчи бог получает ранение. Тут я немного ошибся. Ладно, признаю свою ошибку. Бывает, пелчи бог получил 4 раны. Но это не страшно. На лагерь мы вставать не будем, поскольку у нас мало еды. Хотя разбойников побьем. Вы выслеживаете убежище бандитов, расположенное в старом руднике. Темный тоннель ведет в вершалую шахту. Пробираетесь по туннелю. Вы спускаетесь по туннелю и вскоре начинаете слышать доносящиеся издалека голоса бандитов. Судя по всему, они устроили себе вечеринку. Самое время на них напасть. Скрытность. Так, а какие у меня шансы по скрытности вообще? Какие у меня шансы по скрытности? Смекалка, тактика, скрытность. Незаметность здоровья, да? Незаметность здоровья. Так, где у меня тут скрытность-то? Вот она. Вообще никаких шансов у меня. 12 незаметности. Да, вообще мало шансов. Надо, наверное, бой делать. Просто бой. Так, приготовьте оружие. Но убедить их тоже, как бы это. Ну-ка, что мне по общению вообще? Так, общение, я помню, там речь нужна. Речь и сила воли. Так, общение. Применить фильтр. Речь, воля. Речь, воля. 3-6, речь. В принципе, у меня есть шансы их убедить. Давайте порубуем. Для интереса просто попробуем, не знаю, общением их убедить. Вы подкатываетесь к бандитам с оружием на готове и заставляете их врасплох. Некоторые из них при оружии, но у вас определенно более выгодная позиция. Не будем спешить, у нас преимущество. Но мы не желаем драться в мире, и без этого достаточно резни. Верните нам украденное и уходите из этой земли, и мы отпустим вас миром. Но я сам делаю, что боем я их выиграю, да? А вот смогу ли общением их убедить? Давайте попробуем. Начать сражение. 20. 10 у него атака. 20 хп. Давай, блин, слушайте, он посильнее меня будет. Так, у тебя побольше атака. Давай. Жги. Интересно, что будет здесь проиграть общение. Я еще ни разу общение не проигрывал. Ну, они тоже так-то по общению не очень, да? Если посмотреть. Так. Поддержка. Поддержка нам пока что не нужна. Так, 11. У него 6. У нас эффект втягивания. Вытягивающий урон позволяет атакуем еще получить столько же жизни. Так. Защита у нас есть? Советника защита. Нападение только. Можем только нападение прибавить, да? Тогда придется вот это вытащить, чтобы он выдержал, по крайней мере, первый удар. Вот это, этого разбойника. Поддержка 8. Так, контртактика. Из тактической руки. Так, у них 4, 2, 7. Говорят ли, там карта с третьим уровнем. Ну, хотя, черт его знает. Лучше вот этим мы приблизимся, на самом деле. Потому что у него атака 4. Так, если там будет третий уровень карты. Блин, третий уровень карты, твоюж. Можно было контртактикой эту карту убрать. Ну, ладно. Поддержка. Три атака. Пять. Ну, в принципе, хватает вроде как атаки. Давайте приблизимся. Могу и выиграть, в принципе. Могу и выиграть свободно тут. Вот так вот выглядит атака общением. Таким мычанием. Забавно, мне очень кажется. Да, сейчас он у нас уничтожит этого, нашего главного атакера. А, нет, не уничтожит. У него уже много хп-та. Ну, сейчас мы его убедим. Сейчас мы его убедим сдаться. Все, мы их уговорили. Уболтали разбойников. Вы победили в испытании. Бандиты оглядываются и прикидывают собственные шансы. Наконец их капитан говорит. Хорошо, ваша взяла. Так, у меня тут паук спускается. В комнате. Так, все убрал. Извините. Хорошо, ваша взяла. У нас больше нет ваших вещей. Но мы отдадим вам те, что у нас есть. Договорились? Договорились. Только не забудьте сняться с места, иначе нам придется опять вами заняться. Ну так вот мы без боя решили вопрос. Ну просто у нас там один боец уже раненый был. И я решил вот так вот сделать. Не знаю, что мы тут получили. Терновый посох. Темный и колючий терновник. Идеально подходит для создания смертоносного оружия, такого как это. Добавный посох. Давайте-ка мы еще рассмотрим клетку. Кем бы ни были эти существа, теперь они мертвы. Зато с них можно получить кости и шкуры, которые вам еще пригодятся. Отлично. Так. Что у меня там? 8 ходов, да? Что за посох у нас? Он добавляет колючий урон. 2 урона, 2 яда. Ладно. Так, не кибул. Слушай, ты... Нет, ты не потащишь этот щит, он слишком тяжелый. Что-то лута мало, да? Мало лута. Ладно, давайте возвращаемся в деревню, пока не поздно. Потому что сейчас уже скиньеет. Да и не то, чтобы скиньеет, у меня еда кончается. Становится поохотиться, что ли, я не знаю. Нет, там не вариант. Там они слишком долго будут собирать эту еду. Еще очко ухода есть. Давайте такое гнездо. Соберем паукины. На 6 ходов осталось еды. Бежим со всех ног. Так, у меня, кстати говоря, появилось сообщение, что... Да, у меня есть этот... Очко навыка. Очко развития, точнее. Так, производство. Что у нас тут? Двуручные мечи. Давайте подтвердим. Двуручные мечи, это хорошо. Так, между прочим, у нас там текущие задачи. В отрасли. Селя не бездействуют. Селя не бездействуют. Тут они... Произвели... Меч, так понимаю, да? Так, вот, нам не хватает ресурсов. Из кожи сделаем. Из угля. Туполь пока придержим уголь. Стали кожи, а урон 9, оборона 6. Отлично. Двуручный меч. Трехода. Так, экспедиция, тебе бы надо, наверное, вернуться, а то тут... Сейчас нежек прибежит уже. Сколько там? 48 мудроцей? Ладно, хватит пока что. Снять лагерь. Идем сюда. Присоединим пока. Эту экспедицию к нашему лагерю. Нашей деревне, точнее. Так, и вот уже враги начали расти. То есть, уже теперь два черепа. Над каждым гнездом пауков. Ваши разведчики сообщили о чем-то интересном поблизости. Они отметили нужное место на карте. Ваши разведчики обнаружили очень необычную вещь. Статую, полную... Полностью отлитую из серебра. Вероятно, там поблизости обитает что-то опасное, потому что до сих пор ее никто не прибрал к рукам. Но это очень много серебра, и его стоит забрать. Ммм, серебро отлично подходит для борьбы с монстрами. Надо взглянуть. Любопытное место нам дали. Ну, блин. Это еще дальше от лагеря. Капец, тут у нас не очень сейчас деревня выгодно расположена, на самом деле, потому что тут надо море обходить. Эх, надо экспедицию снаряжать вместе со сборщиками, чтобы она долгое время могла находиться автономно. Слушайте, тут уже сложнее бой. Давайте-ка мы... Вручную поборемся. Может, там два черепа уже я вижу? Так, давайте пересададим руку. Три-четыре-четыре-четыре-четыре. Ну, вот уже получше. Ну, у нас все сейчас с броней тут, так что... Я особо не беспокоюсь за моих ребят. Так, четыре. Ну, в принципе, те же самые пауки, только... Наверное, чуть пожирнее. Так, можно сейчас приблизиться к тактической картой. Ай, блин, я забыл, там еще одну карту можно было вытащить. Ну ладно. Мне тоже запутанную карту вытащили. Ну, это будет простой бой, так что... Пусть так остается. Так, сейчас она кого-нибудь с броней вытащить. Хотя, можно, в принципе, без броней. Этим защитим. Этим запутаем просто и все. Даже не успеют эти пауки атаку провести. Все, убили всех пауков. Да, все-таки пауки, они тоже не опасны, даже на два черепа. Так что не стоит. Не стоит отвлекаться. Все, ночь, глубокая ночь. У нас на четыре хода всего еды. Блин, это четыре хода, а тут, в принципе, можно добраться, да? Да, можно добраться. Ух ты, гаэт. Слушайте, я не знаю, что это за гаэт. Давайте посмотрим на гаэта. Первый раз встречаюсь с гаэтом. Что за тварь такая? Вот, кстати, сейчас удачно очень атакующая рука пришла. Потому что у всех, все, короче, воины, все очень сильные. Самые сильные воины в руке оказались. Так, в первую очередь самую слабую вытаскиваем. Ух ты, нифига себе, они толстые. Да-да. Вот это жесть. 16, ты ведь не убьешь его. Так, надо бы атаки добавить как-то. Или запутать. Первое действие. Да, давайте мы тогда вот 17 ее вытащим, чтобы она убила. Хотя можно и вот эту 16 как раз тюкелька в тюкельку будет. Так, и первое действие сделаем. Чтобы она его убила, это гаэта первого. Так, второй гаэта 17 хп имеет, да? Но запутанно вышел. Так что мы вот ее вытаскиваем, она его убьет. Еще один гаэт, 20 хп. Самый толстый гаэт напоследок, прибереженный. Давайте мы его запутаем и вытащим. Не, не будем ничего вытаскивать, просто защитим союзника. Нормально, разберемся сейчас. И добиваем, в общем-то. Все, мы победили. Два очка исследования. Вот мы уже с более сильными противниками сражаемся и за счет этого получаем больше очков. Так, атакуем. Автоматически. Отлично. Ушки гребные, получи гнезда. О, королева паучих. Вот это надо вручную подраться обязательно. С королевой пауков не все так просто. Так, 16. Ну, в принципе, я соглашусь с такой рукой, потому что может быть хуже гораздо. Сейчас пересдам. Так, мой ход первый, да? Учитывая, что королева пауков будет, надо вот этого воина первым тащить. Он у нас без брони. Паучья королева гежды. Вытаскивай свой жир назад. Ах ты, скакина, она в тактической руке оказалась и запутала моего. Первого воина. Но это хорошо, потому что мы имеем шанс ее добить в тактической руке, чтобы она... Если бы она была в атакующей руке, то было бы гораздо хуже. Так. Паука этого, наверное, тоже запутать, хотя не стоит он того, чтобы его запутывать. Давайте просто... Нет, этот паук от этого ударит. Немного ранит. Ладно, пусть немного ранит. Мы вытаскиваем карты, которые посильнее. Сейчас важно на поле вытащить карты. Карты побольше. Чтобы добить паучью королеву. Это будет сложно, потому что пауков очень много, и сейчас он... Если бы сейчас противник всех пауков вытащит, даже из тактической и из атакующей руки, нам... тупо может не хватить времени, но, в принципе, должно хватить. Облизимся. Все, к себе приблизился. Должен, в принципе, добить. Ну и хотя бы поранить паучью королеву. Так, паук ранит моего воина. Так ты убиваешь. Нет, слушайте, не смогу я все-таки добить. Немножко много пауков по численности. Ну, не видно. Ну вот, немного поранил, да? Да. Ну, второй раз у нас на второй раунд атакующая рука пришла хорошая, поэтому мы оставляем и играем. И вот плохо, что на первый сходил, но у меня есть первое действие. Так, запутывание есть у меня? Запутывание. Мне не хватает уровня запутывания, чтобы запутать эту карту. она шестого уровня, у меня пятый. Черт побери. 19. 19 кп никто не пробьет. Ты рада, что пробьешь, да? Ну, блин, 19 у нее атака. Она нафиг разорвет. Она нафиг разорвет. Ну, я могу защиту союзника применить, в принципе. На 12, да? Давайте погну. Вытащим. Отдадим ей... Блин, первое действие и защиту не получится. Первое действие дадим вот этой картой. Защиту союзника дадим. 17 защиты, да? На добивание вот Светланы, Светлана добьет. 17, 16. Ну и все, в принципе, да? Больше ничего не сделаю. Да, вот такую рану мы получили. 9 ран получила Светлана, к сожалению. Ну, это паучья королева, что получишь. А нет, слушайте, не 9, всего 3. Я имею ввиду на 9 хп там. Так, какую-то руну взяли. Лентарный рунный камень. Древние рунные камни гномов отлично защищают от волшебства. Ну, хорошо. Блин, жесткая паучья королева. Надеюсь, мы сможем исцелиться. Сколько у нас там? Три еды всего осталось. На три хода еды. Что такое там произошло? Работорговцы. Распространенное зрелище на Тея в эти дни. И это печально. Ваши разведчики заметили поблизости один из их отрядов. Спасение рабов может оказаться благородным и практичным делом, но если вы проиграете, работорговцы наверняка вас не отпустят. Давайте посмотрим хотя бы на них. Что, где там? Вот работорговцы, да? Ну, блин, мне сейчас некогда смотреть. Мне надо бежать со всех ног. Хоть бы каких волков встретить, чтобы мяско взять. Да, кстати, я могу навстречу экспедицию отправить, да? Чтобы мои ребята не погибли с голоду. Но тут у нас два хода остается. Думаю, доберусь уже. К вашему отряду медленно приближается закутанная в потрепанный темно-зеленый плащ фигура. Когда мужчина подходит ближе, вы видите, что он босой, и у него нет никаких пожитков. Завидев вас, мужчина снимает капюшон. Вашему взору предстает худое, усталое лицо эльфа. Его темные, печальные глаза словно заглядывают вашим людям прямо в душу. Эльф, очевидно, болен, но это древнее существо все еще окружено аурой изящества, намеком на забытую древнюю красоту. Он протягивает к вам руки в жильстве мира, но не говорит ни слова. Давайте заговорим с эльфом. Вы подходите к скитальцу, повторяя знак мира, и обращаетесь к нему со словами. Здесь опасно странствовать в одиночку, почтенный. С тобой все в порядке. Эльф сохраняет молчание, и ваши люди повторяют попытку. Когда они подходят ближе, странник делает шаг назад и жестом просит их не приближаться. Тебе нужна помощь? Кажется, ты болен? Эльф отрицательно качает головой, но слегка кланяется в знак благодарности. Он делает несколько шагов, и вы замечаете, как медленно он передвигается. Каждый шаг словно бы дается ему с огромным трудом. Ох, у меня припасов мало, но я все-таки поделюсь с ним припасами. Может, тут они будут, какой-то бонус. Да, три единицы еды. Ладно, продолжаем путешествие. А, да, мы получили, кстати говоря, благословение привлекательности. Больше от привлекательности. Но мы еще такого пока не встречали. Испытание, где бы нужна была привлекательность. Тут четыре опыта получили. Здорово, скичем. Тут роботорговцы к нам приближаются, блин. Не хотят ли они на нас напасть, слушайте. На один ход еды осталось твоим же время. Что я делаю? У меня с голода сейчас помрут люди. Георгически они же не должны прямо с одного хода умирать, да? Голод, они же могут потерпеть. В принципе там. Так, все, надо было раньше это сделать. Надо посылать навстречу экспедицию. Давайте снаряжение посмотрим. Я, кстати, забыл совсем про снаряжение. Так, ты у нас воин, вот у нас немного снаряжен уже воин один. Моржи Слава. Моржи, Моржи Слава, блин. Не знаю даже, как прочитать это имя. Латиница написана. Моржи Слава. Так, воля. Так, у нас очень такая три броня. Вот этот щит получше будет и полегче. Из костей щит он потяжелее. Так, ну не крафтила, к сожалению, одежду. Это немножечко плохо, но так, может лук вообще давать этим мастеровым три урона с расстояния. Ладно, потом дадим. В теории я должен луков наделать много. Так, тебе и щит тоже тебе. Хорошо. Последний у нас осталось. Кто еще не вооружен? Вот ты не вооружен, да? Марки Слав. А, тут у нас еще парочка не вооружена. Так, у нее вид. У нее вид. Передадим щит и меч. Отлично. Так, хранилище. У нее видов возьмем. Может, Славу возьмем. Сборщику-то ДС возьмем. В принципе, баёжную тоже можно взять. Так, и еды. Еды надо взять побольше. 95 еды. Сколько на 23 хода, да? Так, и дерево, да? Чем топить? Чем костры разводить? Так, дерево, темного не надо, наверное. 15 штук хватит. А, 13 пройдет. Следующий день не встретится. Здесь никто не помрет у нас. Все кончилось. Кончилось еда. И мы сейчас последний рывок совершим к нашему спасению. Не знаю, на самом деле, что будет, если кончится еда, я ни разу так не доводил свою экспедицию до голода. Поэтому лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Так, мы сборщик, это, в принципе, взяли ведь одного, да? Экспедиция 1. Экспедиция 1, экспедиция 2. Экспедиция 2 вернется в город, поэтому давайте и сольем тогда все припасы, что мы налутали там в далеких краях. Меха, все эти кости ненужные совершенно нам. Топазы, нитки, тем более для луков пригодятся. Так, и рунный вот камень. Посох тоже. Может быть, тут у нас там какая-нибудь ведунья в деревне появится. Лекарь. Так, ладно. Взамен ты вы отдадите еды побольше. Экспедиция 1. Экспедиция 2, много еды не надо, 10 оставим, может они вернутся по-быстрому. Да, разнообразим, конечно, еда у нас тут не блещет, но хотя бы что-то. Так, у нас 6 человек, на самом деле всего на 10 ходов-то еды-то, да? Экспедиция 2. Ладно, экспедиция 2 давайте в город. И выходить не можете. Так, мне нужно еще вот что посмотреть. хотя, ладно, потом посмотрим это все. Экспедиция 2, мне сейчас выделено. Нет, не можете выходить, да? Так, а стой, экспедиция 1. Экспедиция 2. Ладно, ждем тогда. вы нашли спрятан тайник, похоже, его содержимое хорошо сохранилось. Забрать находки. Отлично. Ух ты. Добыча в ваших руках, но вы слышите, как кто-то быстро приближается. Может быть, это стражник тайника? Еще есть время сбежать, но у стражника могут оказаться новые трофеи? Ммм, интересно. Еще с тремя черепами мы бой не проводили. Давайте мы рискнем все-таки сразимся со стражником. Вы остаетесь, чтобы встретить приближающегося врага. Воздух словно сгущается, земля дрожит, а вдруг поднявшийся туман не дает вам рассмотреть противника. Вы чувствуете, холодок ужаса ползет по вашей спине. Холодок ужаса. Ну что ж, в атаку. Что бы ни было там. А слушайте, а какой меня отряд-то встретил, я не знаю ведь. Вдруг у меня маленькая экспедиция встретила дикий випер. Никий випер. Нет, слава богу, у меня большая экспедиция встретил этот дихвептень. Фух, сейчас бы, конечно, был номер, если бы меня другая экспедиция встретилась. Так, ну рука неплохая. Не буду рисковать и пересдавать. Но випери, конечно, жесткие, слушайте, у них 18 атаки. Я же не знаю, как-то обернется этот бой. Может так быть, что и потеряем кого-то, да? Мы запутать можем, между прочим. Так, ну потом уже не запутаешь первого. Интересно, интересно. 18 плюс 7, его еще с первого раза ты не убьешь. Давайте бугны вытащим. Сложно будет бой. Надеюсь, мы выживем. Очень надеюсь. Так, запутанный випер пришел. Можно защитить союзника, можно запутать. Снова у нас всего один ход. Таскиваем еще одного. 15 атаки. Так, у меня 4 карты. Так, запутать можно, а потом еще раз запутать. Блин, нет, жалко, не первого хода, вот, что плохо. запутать. чем защиту сделать, потому что там 18 атака, да? Все-таки будет жестче. Запутаем. Еще раз запутаем. Защиту дадим. Вот этого точно не буду вытаскивать. Это вытащим. А, защиту ему дадим, да? Чтобы он не помер сразу-то. шушь в бой. Блин, не того ты бьешь. Глупая девчонка. Это может нас всех погубить. Так, одного игре вроде бы как добили. Ты тоже не того бьешь. Все, добили еще одного виграя. Фух, первый раунд мы прожили. И рука пришла во второй раунд очень хорошая. Это, это тоже, блин, удача такая, что хорошая рука пришла. Так, 15 урона. Кто у нас выдержит 15 урона? Конечно же, Светлана, да? Светлана. Светлана вытаскиваем. С минимальными ранами она выдержит это все. из тактической руки пришел вепери. Он запутанный. Так, давайте это вепери запутаем тогда, чтобы он не ходил. И все, в принципе, дело в шлепе. Сейчас мы их забьем. Защита перводействия. Давайте перводействия еще дадим до кучи. Приблизимся. Блин, ну в втором рауне он добил, что-то его бьешь. В принципе, ладно, этого кабана мы уже точно добьем. Так что, ничего страшного не произойдет. Немного ран мы получили, но... Немного ран мы получили, но зато побольше трофеев взяли. Вот мяско дали нам. Мяско это хорошо. Мяско это ням-ням. Это что такое? Зачарованная кость. Интересно, кстати говоря, улучшенный материал. Можно из него получше крафт сделать какую-то хорошую вещь. Вы собрали все, что могли. Пора отправляться дальше. Отлично. И у нас еще одно очко развития. Так, давайте-ка мы тогда передадим все, что наултали опять же другой экспедиции. Гранит даже взяли. Нифига себе. Подтвердить. Так, разнообразие еды мы оставим. Грибов мы еще взяли. Неожиданно. Для себя. Так, ну, мечи всякие я не буду сравнивать. Где лучше, где хуже. Два урона тут, три урона. Хотя, хотя, короткие мечтанные кости два урона. Да, я думаю, оружие-то все-таки нам придется пересмотреть. То есть, от второй экспедиции оружие взять для первой экспедиции, поскольку она у нас исследовательская. Да. Хорошо, я это все сделаю. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде по прохождению этой замечательной игры. Спасибо, что следили за прохождением. Подписывайтесь на канал, если все еще этого не сделали. Ставьте лайк, если вам понравилось и вы хотите увидеть продолжение. И делитесь видео с друзьями. С вами был Антик. Всем удачки. Пока. Классная музыка.